Девчонки привет и мальчишки. Я монтирую изысканный бежевый 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 бежевый. Стоять. Так, что я хочу сказать. С моим компьютером видите какая беда? Это тоже я же в Вьетнаме один ноутбук утопила в море. На этот ноутбук, если кто со мной с 2013 года, я пролила жидкость для снятия лака. Когда показывала, снимала. Такая вся сижу и показываю, хвастаюсь покупками. И жидкость для снятия лака от Maybelline в баночке, которая One Touch Remover наклонила, чтобы в камеру показать. И жидкость пролилась на это. Сразу последствий не было. Это очень длительный эффект. И видите, что-то там разбомбила какая-то раковая опухоль. Ну, во-первых, вышла из строя клавиатура. Я сижу вот так с такой. На этой клавиатуре тоже некоторые буквы не работают. Вот. И здесь я уже сижу, и когда он зависает, я это делаю так. То есть прижимаю. Я не знаю, вам интересны такие подробности. Вот. Но хотела я сказать не это. Вот я сижу. Вот она, я в зеркале. Я сижу раздетая, потому что жара невозможная. Вы слышите шум улицы и шум ветра. Сейчас пообещали. Пообещали усиление ветра до 15-20 метров в секунду. И вот здесь в этой спаленке еще более-менее прохладно. Видите, тут невозможно. До такой степени жарко, что вот сидеть вот просто на этом тоже невозможно. Я стилю простынку. Тут не всякая простыня еще подходит. Но вот это хорошо. Это я вяжу купальник. И вчера я в нем ходила. Это я хочу шорты. Все примеряю. Старые шорты, которые классно сидят на талии. Это у меня, да, там вот журналы лежат. Для видео подготовлены. Эти я сняла, но удалила случайно видео. Так, и вот в этой части, вот я закрыла дверь. В этой части вообще невозможно жарко. Прямо жар идет, как из сауны с улицы. Но кондиционера нету. Тут вот у меня валяются перчатки. Потому что я стараюсь руки не мочить. Это я фольгу подготовила. Здесь повесила. Я не поняла, она помогает или нет. Ну, наверное, утром помогает. Тут, в общем, считай, с самого рассвета часов до одиннадцати солнце. То есть очень долго оно греет. Вытесняя ночную прохладу, которую ночью более-менее мы впускаем. Вот так. И сегодня ночью из-за этих ночных мегабайтов я не спала. Не спала и теперь так выгляжу ужасно. Подойти, что ли, к этому? Похожу я в лифчики. О, нет, это не забавно. Яблок продолжается. Сегодня на обед. Больше показать нечего. А сегодня шестое июля. И на обед у меня вегетарианский борщ с фасолью. Прям просто фасоль растворила. И потом... Часть фасоли, кстати, я отдельно отделила. Заправила луком. Чуть-чуть капельку уксуса. Бальзамики. Не знаю, бальзамика подходит к фасоли или нет. Хотела обычной, но я думаю только бальзамика. Вот. Добавила морковь с луком обжаренную, с томатной пастой. Свеклу целиком сварила. Потом часть ее нарезала. Лошечка у меня испорченная. По-моему, кто-то ее хотел почистить, неправильно почистил. Или... Не знаю даже почему, но вот мельхиоровые изделия. Вернее, это не мельхиор, это не лжавейка. Не знаю, чем очистить. Так. И... Сейчас ломтик себе отрежу, например. Батоны. Наш Анвар, эта сеть супермаркетов, выпекает такой хлеб замечательный. Ну, я и показывала его года два-три назад. И, кстати, Инезе сказала, о, это не прибалтийский хлеб, это не рижский батон. В общем, она посмеялась над тем, что я вспомнила московский рижский батон. Что я не знаю, что такое рижский батон. Ну, вот. В общем, нравится мне этот хлеб. Он как бы черный. В нем нет соды. Вот я не люблю когда хлеб с содой. Ну, такой пышненький, булочкообразный. Он не черный, не белый. И самое главное, что мы неделю, неделю мы его ели. И он всю неделю остается свежим. Ну, храню я, правда, вот в пакете и в холодильнике. На нижней полке, на дверце. Ну, потому что холодильник у меня очень морозит. Если наверх положить, там может замерзнуть. Ну, хотя для хлеба это не страшно. Ну, все. Приятного аппетита. Асмутам. Так, как эти называются-то видео, где человек ест и о чем-нибудь разговаривает? Так вот, когда камера, еда, то я... Ну, в общем, либо есть, либо разговаривать. Может быть, я когда-нибудь, да, дойду до такой степени расслабления. А, картошка же там у меня есть. Картошку я сюда целиком положила. Поэтому здесь среди овощей ее нет. Ну, посмотрим. Я вообще-то есть еще не хочу. Уже 6 часов вечера. Я как позавтракала. А мне же врач сказал есть 6 раз в день. Этот дерматолог. Ну, это чтобы кишечник работал. Не забывал. Не замедлялся. Так, а вот фасолька. Вкусная. Я, в общем, отварила фасоль. Значит, выловила оттуда ее. Ну, можно было перелить, но вот это вот. Столько кастрюль пачкать. Я, в общем, просто выловила. Что больше осталось, то пусть и будет, не испортит. Что мне тут ни одной фасольки не попалось. Так, значит, выловила. И пока она еще была горячей, я туда накрошила лук грибчатый. Ну, просто вот у меня нету. Я бы сюда положила зелень, там, петрушку, кинцо. Особенно вот я люблю это дело. Если бы был соевый соус, я бы добавила соевый соус. Все это пока горячо. Пока фасоль горячая. Ну, сегодня у меня был только лук. Я добавила черный красный перец. Маслица. Растительное полила. Капельку уксуса. Теперь, я думаю, сюда в эту фасоль можно добавить еще огурец. В общем, какие-то другие ингредиенты. Были бы грибочки. Можно огурцы. Как свежие, так и соленые. Ну, все, что есть. Там, отварную картошку у меня есть. Я не знаю, картошка с фасолью. Это как-то дублируют они друг друга, наверное. Неплохо бы мяска, может быть, колбасу нарезать? Мяска у меня нет. Сейчас посмотрим, может, что-то придумаю. Огурчики я нарезала. Я нарезала колбаску. Я на сковороде ее чуть-чуть, чтобы вытопился жирок. Так вкуснее. Не очень сильно. Чуть-чуть вот. Я даже минуту, наверное, не задержала. Сейчас посмотрим. Так, ну чего-то не хватает. Эх, перчик бы сладковат. Ну, готовнее перца. Это бальзамика. Огурчики я нарезала. Я нарезала колбаску. Я на сковороде ее чуть-чуть, чтобы вытопился жирок. Так вкуснее. Друзья, угадайте, кто ей сегодня? Это подсказка. Ну, готово. Ну, на кастрюз. Пусть те тихо. Ну, ладно. 바les.